Канал Таёжный Обитель приветствует вас. Сегодня я вам покажу одно эвенкийское приспособление. Называется мочалка. Делается она или с берёзы, или с тальника. Да, тальник ксекта называется по-венкийски, это чалбон. И мочалки делаются как для того, чтобы мыться в бане, так и для того, чтобы можно было помыть посуду, когда она особенно грязная. Сначала мы с этого тальника снимем шкуру, кору эту. Сейчас зима, я его нагрел, а летом можно прям просто снимать шкуру. А мёрзлое, конечно, будет тяжело, поэтому его заносишь, греешь. Можно даже немного подержать в печке. Сейчас я покажу этот фокус. Ну вот, ошкурили. Можно прям так, а можно немного ещё распарить. Вот так вот туда засунуть. И распаренная, она немного лучше. Тут у меня печка такая хитрая, с обогревателем. Там у меня наверху ведро с водой. Вот этот барабан, он обогревает избушку мою. Ну вот, немного мы сейчас. Всё равно у нас получится. Эвенки постоянно делают. Вот стальника, которая, мочалка, она называется экибун. Стальниковая. Стальника секты называется экибун. Делается. Вот. Берём. Упираемся. И начинаем. Не как мы строгаем стружку. А просто ровно, перпендикулярно. Перпендикулярно. Вот к этой палке. И вот так мы будем строгать. Сейчас уберусь, получше. Вот. Набираем помаленьку. Опа. Вот, набираются. Перевернули. В другую сторону так же. Накидаем сейчас. Это недолго у вас. На каждом таборе обычно эвенки сразу же делают такие стружки. Вот получился экибун. Вот такая мочалка. Вот такая мочалка. Которой уже можно намылиться и хорошо помыться. Тальниковая или берёзовая. Делается, чтобы не смолистые были породы. Ни с ёлки, ни с лиственницы, ни с сосны, ни с кедра. А вот самое хорошее – это тальниковая. Она хорошо впитывает грязь и хорошо отмывает. Делается с берёзы. Вот берёза. Вот я её ошкурил заранее. Точно так же. Вот она. Уже берёзовая. Никакой практически разницы. Очень просто. Очень просто. И очень эффективно. Экологически чистое. Если вам не лень, то вы можете каждый раз делать вот такие выходочки. Мыть посуду. Ну а для того, чтобы помыться самому, надо, конечно, побольше мочалку. Вот эта мочалка с берёзы, которая делается, она называется октар. О-к-тар. А секты стальника и кивун. Ну вот, сегодня вы увидели ещё один приём такой эвенкийский, который вам в тайге может пригодиться для вашей гигиены, чтобы летом, конечно, можно найти мох, песок, а вот когда зимой, то вот этот ну моются раньше были, сейчас, конечно, не моются. Сейчас уже выходки есть и берут эвенки, и пураны, и машины, и всё. Так-так, цивилизация пришла. А когда я приехал, эвенки мылись вот такими вот выходками. Это мне первый раз показал Юра Трифонов, когда мы с ним пошли в баню, он достав вот этот тальничок и сделал себе и мне. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, узнаешь. ну и когда мы пришли в баню, он мне говорит, на, держи, это будет тебе виходка. Вот, 10 минут делов и вы сделаете себе виходку. в тальник везде растёт. Берёзы тоже. Вот в Становом бывает у нас берёзы нет. Там по речкам каменная берёза. Тогда они делают с карликовой берёзы. Карликовая берёза растёт. она чуть подольше вот этой такая как карлуха называется, карликовая. Ну вот я вам сегодня маленько рассказал и показал один из овенкийских приёмов, которые могут пригодиться как таёжникам, так и туристам. помыться. Даже летом на речке вы можете сделать. Если у вас есть мыло, то можете помыться. Ну вот всего вам доброго. Ещё раз напомню, что вот перпендикулярно перпендикулярно ставим и вот так не как мы строгаем стружки, а перпендикулярно и получается такая. Ну вот ещё раз с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Смотрите канал Таёжная Обитель. Подписывайтесь. Пишите комментарии. И что-нибудь полезное вы со временем узнаете. А пока до свидания удачи. Вот эта печка у меня сделана специально под такие низкие костюльки. Я их нагреваются быстро. Вот сейчас я поставлю возьму немного ветоши и вот эту грязную посуду я её помою. Вот получилось чистенько. грязная крышка не специально я их пачкал они у меня в кладовке тут лежали я их просто достал и ну мыться если в бане где-нибудь в тайге там придётся мне мы такой выходкой помоемся и вам покажем может это тоже будет вам интересно ну вот всё блестит всё блестит это тут котелок костёрный вот он совсем в саже ну его мы сейчас тоже попробуем выходкой помыть сажа осталась тут в воде а этот котелок мы теперь вот он уже не пачкается мы сажу смыли можем положить в рюкзак и уничтить если вы собрались поход можете остатки виходки положить сюда она вас не придавит а по приходе куда-то у вас уже будет с собой ветошь чтобы что-то помыть ну все пока всего вам доброго смотрите канал таежный обитель и мы еще что-нибудь вам покажем из того что за сорокалетнюю практику мою жизни с эвингами они меня научили смотрите канал таежный обитель подписывайтесь всего вам доброго удачи пока